Всем привет! Я Анна Крюкова и это моя рубрика Фанатка. В период сборов хочется рассказать, правильно, про сборы. Зачем они нужны, почему они все разные и зачем вообще на них куда-то ездить. Если дома есть свое поле, свой тренажерный зал, расскажу в этом выпуске. А также я подглядела за нашими соседями и узнала, куда они отправятся на сборы. Хочется отметить, что не все два с половиной месяцев отпуска игроки отдыхают. Им дано домашнее задание для поддержания формы. Традиционно у нашей команды три сбора. Первый сбор втягивающие спортсмены выстраивают каркас физической формы. На таком сборе много беговой работы и занятий в тренажерном зале. Второй и третий сбор призваны плавно подвести команду к возобновлению чемпионата. Интенсивность нагрузок и количество теории определяет тренерский штаб. Важно, чтобы команда чувствовала друг друга на поле, а новички грамотно вписались в общий механизм. Обязательная составляющая сборов – контрольные матчи. Они помогают увидеть игровой рисунок с учетом новых идей, испытать молодежь и совершить те ошибки, которые недопустимы в официальных матчах. Спортсмен, тренер или болельщик хотят выигрывать в каждом матче, но зачастую в контрольных матчах играют двумя составами, экспериментируют с позициями, поэтому к таким матчам нужно относиться спокойно, без лишних эмоций. Ну а улетают команды на сборы в первую очередь для удобства спаррингов. Зачастую соперники живут в соседних отелях и не во всех городах суровыми зимами есть возможность тренироваться в тепле на зеленом поле. Я подсмотрела, куда поедут и где будут получать свой игровой опыт соседние команды. Наш ближайший преследователь команда Челябинск проведет свой первый южный тренировочный сбор в Сочи. Новосибирск отправится в Турцию, а торпеды Миас поедут в Новороссийск. Одним из самых популярных направлений среди команд стал город Крымск. Это небольшой городок Краснодарского края с населением чуть менее 60 тысяч человек. Туда отправятся спортсмены из Зенит-Ижевска, Барнаульского Динамо и Новотроицкой Носте. А наша команда, как вы знаете, отправится в Сочи на базу Лоу-Арена. Один из спарринг-партнеров будет жить с нами в одном отеле. На этом рубрика подошла к концу. Лайки туда, ну и до скорого!